Ребят, всем привет! В этом ролике хочу рассказать вам о глобальной ошибке, которую зачастую совершают новички и которая из рабочей программы может сделать совершенно нерабочую. И эта ошибка, как бы банально это ни звучало, нарушение техники выполнения упражнений. Но не торопитесь выключать ролик, сейчас я этот вопрос раскрою немного с другой стороны. Несмотря на то, что, казалось бы, очевидно, нарушение техники, не включение в работу нужных мощных групп, риск получения травмы и так далее. То есть типичные такие проблемы, которые вследствие неправильной техники выполнения упражнений могут возникать. Но есть еще одна проблема. Вот представьте себе программу тренировок, в которой вы тренируете, предположим, спину и бицепс. Ну, либо спину там и руки в целом. И у вас идет, например, сначала подтягивание, затем тяга штанги в наклоне, третьим упражнением какая-нибудь тяга в тренажере, предположим. И затем идет тренировка рук, например, подъем со штангой на бицепс, там и с гантелями. И что у нас получается по факту? Предположим, вы не умеете правильно технично подтягиваться для того, чтобы включить в работу мышцы спины. Вы начинаете подтягиваться первым упражнением и основная нагрузка у вас ложится не на спину, а на руки. Руки быстро забиваются, вы их утомляете в этом упражнении, вам кажется, что вы все делаете правильно и программа вроде как правильная. Да, вы включили в этой программе тренировок спину в этом упражнении, но у вас по большей части утомились руки. Далее вы переходите к следующему упражнению, к тяге штанги в наклоне. И там, когда у вас уже руки утомлены, даже если вы умеете выполнять это упражнение плюс-минус технично, у вас уже максимально забиты руки и они выключаются у вас из работы первыми. Спина даже на 70-80% не успевает отработать, руки у вас забиваются и вы вынуждены заканчивать выполнение упражнения, потому что у вас отработали качественные мышцы спины, а потому что у вас утомились руки. Ну и следующим упражнением, в принципе, та же самая картина. Руки у вас уже ушатаны, да, спина у вас еще частично свежая, она пытается где-то там включиться в третьем упражнении, но руки уже настолько утомлены, что вы не можете полноценно включить спину в работу. Не то, что полноценно, вы там и на 60-70% не можете включить работу. И затем выполняете какие-то упражнения на руки, когда руки уже и без того утомлены. В итоге у вас руки перетренированы, спина недотренирована. А если вы еще в отдельный день качаете бицепс, то есть в один день у вас типа спина, а в другой день у вас бицепс, хотя вы в один день утомляете бицепс по большей части с предплечем, и во второй день утомляете по большей части бицепс с предплечем, у вас получается та же картина. Спина у вас недотренирована, бицепс у вас перетренирован. То есть одной мышце не хватает времени для восстановления, вторая мышца просто не дорабатывает для того, чтобы запустить какой-то активный мышечный рост. И в принципе вот в других днях, что касается и груди с трицепсом, и ног, и плечевых мышц и так далее, в принципе картина может возникать, складываться та же самая. Например, нарушая технику выполнения упражнений, вы переносите нагрузку с одних мышечных групп на другие, в итоге другие не дорабатывают и создается вот такой вот дисбаланс. По факту к чему это все приводит? А это все приводит к тому, что даже самая, казалось бы, рабочая программа тренировок, которая составлена правильно и даже под ваши восстановительные способности, может оказаться совершенно нерабочей из-за вот таких вот нюансов. Поэтому, ребят, когда вы занимаетесь, первое на что вы должны обращать внимание, это техника выполнения упражнений, даже не в том смысле, чтобы вы все делали условно правильно, а чтобы включали те мышцы, которые действительно нужно включить в этом движении. Старались чувствовать те мышцы, которые включаются. Понятно, что для прогресса в наборе мышечной массы, силовых показателях нужно прогрессировать в рабочих весах. Но, если вы не умеете правильно подтягиваться, включая в работу, именно те мышцы, которые вам нужны, да, а в основном в подтягиваниях все стараются включить мышцы спины. Есть, конечно, подтягивания для рук, да, но это немножко другие подтягивания, да, когда вы подтягиваетесь на руки, они не идут у вас первыми упражнениями в программе на спину. Мы говорим сейчас о подтягиваниях, предположим, для включения мышц спины по большей части, то есть классическим хватом. Вы должны научиться чувствовать мышцы, и когда вы их уже научились идеально чувствовать и выполняете техничные подтягивания, там, на 8-10 повторений, тогда уже можно накидывать какие-то сверху рабочие веса, чтобы дать мышцам тот толчок, который им нужен, да, для того, чтобы они начали прогрессировать дальше. А не тогда, когда вы просто висеть на турнике научились и уже пытаетесь, там, подключать какие-то дополнительные веса. В общем, такой вот очень важный нюанс, который, я считаю, вы должны не то что знать, вы должны в голове зафиксировать, и потом при своем тренинге всегда помнить, да, что перераспределение мышц при выполнении какого-то конкретного упражнения, да, в неправильную сторону, оно может сломать всю вашу существующую программу тренировок. Вот как-то так, ребят, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, постараюсь на них ответить, на какие-то сниму вот такие вот отдельные ролики, либо напишу посты. В общем, буду рад обратной связи, так сказать, да, и вашим комментам с вашими вопросами, потому что именно они становятся основой для моих следующих роликов и статей. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, пока!